Еще раз всем привет. Меня все знают, поэтому нет смысла, наверное, у меня представляться. Могу сказать, что сейчас мы с Валентином все еще находимся в путешествии. И, конечно, хочу поделиться своим восторгом от того, что... Знаете, мы ведь много лет работаем с Валентином в бизнесе, и очень-очень много лет работали в линейном бизнесе, и нам никто никогда не дарил каких-то таких прям больших подарков. Ну, безусловно, когда у тебя день рождения, тебе твои друзья-знакомые приходят дать какой-то подарок, возможно, коллеги могут что-то подарить, но так, чтобы тебе дарили подарки стоимостью много сотен тысяч рублей. И это плюсом к тому, что ты зарабатываешь очень хорошие деньги, но это, конечно, просто волшебно. И я не знаю вообще ни одного другого бизнеса, кроме сетевого, где такое вообще возможно. Когда ты просто хорошо работаешь, ты просто хорошо исполняешь свою работу, и тебе компания, тебя так классно, компания вознаграждает. Это, конечно, шикарно. И компания находит всегда самые лучшие места, самые лучшие отели, самых лучших тренеров, самое лучшее производство. Ну, все, что компания делает, компания делает, конечно, по высшему разряду. И я невероятно люблю и горжусь компанией VILAVIP, потому что, действительно, это та компания, которая достойна выбора самого привередливого, самого искушенного клиента и самого искушенного партнера. И то, что мы с вами вместе выбрали такую прекрасную компанию, это значит, что у нас с вами хороший вкус. Я хочу сказать, что сейчас компания идет, конечно, большими темпами вперед. И, вы знаете, я очень сильно рада тому, что вот те продукты, о которых нам компания рассказывала на VILAVIP, что они будут внедряться, что уже скоро они поступят в продажу. Я не могу назвать еще пока дату, нам компания сообщит позже об этом, но знаю, что членам лидерского совета компания уже отправила образцы продукции, которые уже изготовлены, уже в той упаковке, как это будет, чтобы мы первыми попробовали этот продукт. А это значит, что раз нам это отправили, значит, и для всех остальных это тоже скоро будет доступно. Это, конечно, очень сильно радует. Это первое, да, что я отмечаю. И если, кстати, вы подписаны на официальный канал VILAVIP в Телеграме, то вы уже знаете информацию о том, что это будет за продукт, какие у него свойства частично, да, потому что это реально очень круто. Это первое. Второе, то, что меня всегда радует. Вы знаете, когда я общаюсь с сетевиками, с теми, кто уже бывал в каких-то сетевых компаниях, почему, ну, то есть многие сетевики, когда вот они, например, что-то у них, они начинают, у своей компании идет не так, и они начинают рассматривать, ну, куда бы им податься, есть компании, есть люди, которые такие, а, я пойду туда, где вот новая компания, там у них вообще движ, все хорошо. Но те люди, кто уже с опытом, те, кто понимают, что большинство новых компаний, которые открываются, они уйдут с рынка в первый год или в первые пять лет, они просто разорятся, что зачастую на входе предлагаются какие-то супер-вау-условия, какой-то маркетинг-план, а дальше все ужимается, ужимается, забирается, бонусы уменьшаются, цены добавляются, и я знаю, ну, возможно, вы тоже знаете ряд компаний, в которых там резкое повышение цены, либо уменьшение каких-то бонусов, или чего-то еще. И как мы отличаемся от всех, я буквально не так давно активировала партнера, сетевика, да, в первую линию себе, и мы обсуждали, что у нас ведь уже много-много лет маркетинг-план стабильный, у нас ничего не отбирает, но нам добавляют, все время нам что-нибудь добавляют. И я когда открыла телеграм-канал, буквально официальный телеграм-канал Велови, увидела, что нам добавили еще плюсом, ну, идет акция, да, которая продлится достаточно долго, добавили бонус ширины, плюс, ну, конечно, он не такой огромный, как бинарный бонус, да, то есть, ну, понятно, что он там не будет там миллион приносить, но это же плюсом к тому, что мы уже и так имеем, еще плюс бонус ширины, представляете? Я не поверила своим глазам, я написала исполнительному директору Юрию Куканову, говорю, Юр, как, серьезно? Он говорит, ну вот да, он мне объяснил условия, я сейчас не буду тратить на это время, посмотрите, сами зайдите в телеграм-канал, официальный канал Велови, кстати, если, что вы можете написать здесь, ссылочку на этот телеграм-канал, вдруг кто-то еще на него не подписан, подписывайтесь, чтобы вы видели все, что происходит в компании, то есть, я, конечно, очень вдохновлена и очень благодарна компании за это, то есть, получается, у нас все время добавляется что-то, да, но мы так платят много, еще плюсом, знаете, вот еще, пожалуйста, вот, конечно, сейчас мы все готовимся, ну, все лидеры готовятся к поездке в Дубай, потому что у нас предстоит путешествие для Кристаллов, это путешествие, которое компания оплачивает проживание в шикарном отеле в Дубае, компания всегда выбирает самые лучшие отели, получается, у нас будет три дня, компания оплачивает проживание в Дубае, в прекраснейшем отеле вы будете, если вы с нами едете, вы будете наслаждаться вместе с нами, если вы будете, пока еще не едете с нами, но я надеюсь, что в следующем году вы точно все запланируете и таких вещей уже не пропустите, вот, то вы будете, конечно, видеть наши фотографии, гордиться нами, будете публиковать, видите, вот наш лидер, вот там сейчас отдыхают, я там в следующем году тоже поеду, поэтому вот не пропускайте такие события, но вы, любой из вас, вы можете попасть на события, которые будут уже скоро, это будет уже в мае, в Дубае, вернее, в Эмиратах, там белоснежные пляжи, я посмотрела информацию об этом отеле, шикарный отель, прекрасное море, теплейшее, и вы, конечно, получите, с одной стороны, наслаждение, а мы умеем получать наслаждение, умеем передавать, это, соответственно, мы с вами будем наслаждаться этим прекрасным путешествием, морем, солнцем, бассейнами, будем вместе тусить, загорать, будем очень много общаться, как обычно, знаете, я обычно провожу тренинги в бассейне, те, кто были у меня дома на нашей вилле, мы плавали в этом бассейне, получали тренинги от меня в бассейне, так вот, тренинги в бассейне тоже будут, я вам обещаю, и мало того, я, девочки, берите с собой косметику, я вас буду, те, кто захочет, я и Наташа Иванова, мы проходили обучение по макияжу и по красоте от Полины Мечковской, это звездный визажист, который красит самых-самых-самых-самых звезд, то есть мы вас научим, как вы можете сами буквально в течение 15 минут делать потрясающий макияж, девочки, которые, опять же, были у меня в гостях на нашей вилле, вы уже эти мастер-классы получили, и я вижу, как вы поменялись очень сильно. Так вот, то есть получается, будет Golden Section, и потом дальше будет Bon Voyage, это тоже путешествие, которое компания нам оплачивает уже 100% для лидеров. Что я хочу сказать, друзья, те из вас, кто полетят, соответственно, в Эмираты, пожалуйста, бронируйте свое проживание через Ольгу Дыкину, почему это важно, потому что там цена будет одинаковой, если вы будете сами бронировать через Booking.com или через Ольгу Дыкину, но если вы будете бронировать через Ольгу, то есть нам нужно выполнить условия группового тура для того, чтобы у нас все условия по залу, потому что у нас же будет не просто отдых, а у нас будут тренинги. Я знаю, что компания сейчас уже на последнем этапе переговоров с одним из очень крутых тренеров, которых я лично знаю, и поэтому вот у нас будет еще обучение очень крутое, лидерское обучение, поэтому нам важно, чтобы мы выполнили условия по бронированию. Ну все, то есть я вам рассказала такие прям новости, которые должна была рассказать и хотела рассказать, а сейчас мы с вами поговорим по поводу рекрутинга. Точные даты мероприятий, конечно, есть. У нас, получается, с 7 по 10 будет Crystal Dream, а с 10 по 14 будет Golden Section, Maya. При этом мы будем позже еще, то есть можно будет остаться вместе с нами в этом же отеле, мы еще останемся до 18-го числа, мы 18-го числа утром улетаем с Валентином, поэтому если вы хотите остаться с нами и пообщаться, потусить, то тоже, пожалуйста, приветствуется, будем очень счастливы, мы сильно рады. Привет, 11 утро. 10-го числа уже начало, поэтому прилетайте раньше, с 10 по 14, потому что уже начнется программа. Вот, ладно, переходим все-таки к нашему рекрутингу, потому что именно рекрутинг, он даст вам возможность участвовать во всех путешествиях. Ну, по поводу прилета, давайте мы пооддельно пообщаемся, я эти вопросы порешаю. Спасибо, Илья, что сказала по поводу прилета. Окей, значит, что мы с вами должны сделать? То есть мы должны с вами понимать о том, что все вот эти плюшки, которые мы с вами будем получать, они будут реализованы благодаря тому, что у вас будет большая, сильная команда, да? Откуда эта команда возьмется? Вы лично должны сами делать своим друзьям, знакомым, коллегам, вашим подписчикам в Инстаграме и так далее, вы с ними прокоммуницируете, делаете им предложения в отношении того, что есть такая потрясающая компания, которая дает шикарные возможности в отношении бизнеса. И, соответственно, те люди, которые говорят, ну да, они становятся учебными вашей команды. То есть, по сути, мы, что мы делаем? Мы продаем идею продукта, мы продаем идею бизнеса и обучаем наших вот этих новых партнеров делать то же самое. То есть бизнес максимально простой. Но если вы хотите, чтобы результативность ваших встреч была выше, то вам имеет смысл научиться каким-то базовым вещам. На самом деле, я когда поняла, что есть технология рекрутинга, у меня эффективность... Понимаете, раньше я когда начинала, мы проводили с Валентином много встреч, и мы такие на эмоциях, на своей истории, вот как-то там свиртуозно, мы проводили встречи, мы рекрутировали, но наши партнеры не могли рекрутировать. И нам всегда Дмитрий Лоевский говорил, ребят, ну вы как-то вытащите из себя эту технологию, чтобы людям ее передавать. Мы никак не могли вытащить, потому что Валентин немножко по-своему делал, я немножко по-своему, и мы сначала не могли понять, в чем же секрет. Но потом мы поняли, что мы делаем такого, и потом мы, когда мы начали эту технологию прям, знаете, студировать, обучать вот по частям, по деталям, то получилось, что, во-первых, мы сами начали рекрутировать просто у меня эффективность встреч, наверное, 80 или 90 процентов. То есть из 100 человек, с которым я поговорю, 80 или 90 просто станут партнеры, да, активируют контракт. Все равно останутся 10-20 процентов, которые скажут нет, ну потому что у них не время пока, да, может быть потом когда-нибудь, ну вот пока эффективность такая. Но, соответственно, спасибо большое, Илья, очень приятно. Вот. Но что дальше? Важно, чтобы вы сами могли эту технологию понять, и дальше, чтобы вы могли ее передавать своим партнерам. Значит, что важно здесь вот в этой технологии, да, в ней есть определенные этапы. И этапы, если вы их соблюдаете, прекрасно, если не соблюдаете, будете делать как-то криво, постно будете делать, все равно будет получаться. У нас был случай такой, когда один из партнеров, который буквально какое-то короткое время вообще был в компании, и там, не знаю, сделал какое-то количество коммуникаций и ушел из компании. Но, получается, что он сделал? Он просто отправлял спам в Фейсбуке, сообщение, да, о том, что есть такая компания, не хотите ли вы присоединиться, и вдруг один пастор из Литвы получил его сообщение, подписался, и через какое-то время он стал делать огромные товарообороты. И в Литве, ну, достаточно длительное время мы с ним очень хорошо отработали. То есть, получается, что даже если вы каким-то таким кривым, косым способом через спам или что-то еще делаете, проводите встречи как попало, все равно найдутся люди, которые в поиске, на которые, ну, там, семя ваше попало на плодородную почву, да, и, соответственно, это даст результат. Но если вы действуете по технологии, и, ну, у вас эффективность встреч может быть больше. Ну, что за технология? То есть технология, она говорит о том, что есть несколько этапов встреч. Первый этап – это присоединение. Второй этап – выявление мотивов или формирование мотивов, да, если вы не можете выявить мотив, то вы можете приблизительно понять, что за целевая аудитория, какие мотивы у этой целевой аудитории могут быть. Второе, третий момент – это сама презентация, когда вы рассказываете об нашем бизнесе. И следующий этап – это этап отработки возражений, этап завершения сделки, да, то есть вот пять этапов – это в любой сделке, даже если вы приходите в магазин покупать платье в идеале, да, продавец должен действовать вот таким образом. Но я хочу сейчас вот заострить внимание на связке между мотивами и самой презентацией бизнеса. Если вы можете, если вы умеете это делать, то, ну, или по крайней мере, учить, я вам рекомендую учиться выявлять мотивы. Выявлять мотивы достаточно просто. Нужно просто с интересом, с искренним интересом. Спрашивая человека про него любимого. Люди любят, когда про них спрашивают. Люди любят рассказывать про себя, про какие-то нюансы. И если вы будете ему говорить о том, что, слушай, у тебя же все плохо там, там, наверное, тебе вот надо вот это. То есть люди на это реагируют не очень хорошо. Потому что, ну, кто ты такой, чтобы мне тут чему-то учить? То есть люди с большей вероятностью, да, они вам расскажут о своих неудачах там или в чем там, что у них не получается. Если вы скажете, слушайте, ты знаешь, я знаю, что вот, ну, человек говорит, я работаю в недвижимости, да. А если вы скажете, слушай, в недвижимости работать плохо, там же сделки нерегулярны. А если вы скажете ему наоборот, слушай, ты знаешь, я знаю, что в недвижимости можно зарабатывать просто миллионы. Это же вообще-то золотое дно. Вы там вообще работаете, наверное, лопаты, деньги гребете. И вот тогда вам человек расскажет, что, да, на самом деле это не так. На самом деле сделки случаются нерегулярно. А сейчас эти сделки стали еще труднее. Это вообще такая стрессовая работа. То есть он сам все расскажет. Или вы скажете, что там вот в страховании, слушай, для страхования, это же сколько надо встреч провести. Это же такая тяжелая работа. Рассказывать людям о том, что ты там помрешь, да, и тебе там что-то выплатят. Ну, то есть это же так неприятно. Если вы начнете ему это говорить, он вам расскажет о том, какой он крутой, как у него все круто, что у него свободный график и так далее. А если вы расскажете, что, слушайте, ну, страхование, это же вообще там золотой, ну, вы же на этом зарабатываете миллионы. Он вам скажет, да ты что, какие миллионы, там вообще на самом деле это такая тяжелая работа, там, ну, ты сейчас с клиентами разговариваешь, что клиенты разные. Ну, то есть, понимаете, получается, что ваша задача, ну, немножко здесь в данном случае с человеком, ну, подыгрывать ему, да, и слушать внимательно, что он говорит. В идеале, если вы умеете задавать открытые вопросы про него любимого, то в этом случае эффективность встречи будет выше. Но могу сказать, что некоторые люди стесняются задавать вопросы, у некоторых людей бывают какие-то, ну, внутренние ограничения, ну, как я могу вот ему в душу залезть, там, и задать ему какие-то вопросы, вроде как немножко некорректно, или я не знаю, что спросить. Поэтому здесь есть такие моменты, которые мы для вас подготовили. Вы знаете, у нас есть целая рабочая группа, которая работает в проекте, то есть у нас есть такие, сейчас несколько проектов идет в компании, есть проект «Бизнес под ключ», который мы делаем специально для вас. И в этом проекте мы выделяем разные целевые аудитории, и для разных конкретных целевых аудиторий мы понимаем, какие у них самые больные мотивы, какие предложения мы можем им дать для того, чтобы встреча была максимально эффективна, чтобы их зацепить, какие у нас уникальные торговые предложения, на каких ресурсах это основано. И получается, что уже через какое-то время на Golden Section, обращаю ваше внимание, мы все наши наработки передадим тем людям, которые туда приедут. И мы вас прямо будем учить по этому работать, по этим всем скриптам. Поэтому я очень сильно толстно намекаю, что вам очень выгодно было бы поехать с нами на Golden Section. Но я вам сейчас готова немножко приоткрыть, да, то есть вот просто поделиться некоторыми наработками, уникальными торговыми предложениями, которые у нас сейчас есть. Алишер, меня видно, слышно, все хорошо? Да, видно, хорошо. Отлично, все, можешь звук свой выключать. Спасибо. Значит, смотрите, у нас мы работаем сразу с несколькими целевыми аудиториями. У нас целевых аудиторий достаточно много, с которыми мы работаем, и мы про них теперь уже знаем почти все. Значит, что мы знаем? То есть, например, у нас есть одна целевая аудитория, например, которая называется нутрициолог. У вас, у многих из вас уже есть в команде нутрициологи или вы хотите пригласить нутрициолога? Потому что я могу сказать, что из тех нутрициологов, которые приходят к нам в команду, они делают хороший товарооборот. Так вот, например, если мы с вами встречаем нутрициолога, что мы знаем про него? Мы знаем, что нутрициолог хочет найти новых клиентов, ведь он тратит деньги на свое обучение, а клиентов еще искать не всегда умеет. И что мы можем ему сказать? То есть, зная его мотив, найти новых клиентов, для него при этом очень важна какая-то простота, чтобы не было слишком сложно. Мы ему можем сказать о том, что смотри, мы тебя научим находить целевых под твою экспертизу клиентов. Почему? Потому что у нас есть пример нутрициологов, у которых уже получается, за счет того, что у нас есть пошаговая, легко копируемая система действий. Ну, то есть, просто же? Просто. А нутрициолог, например, хочет увеличить стоимость работы своего часа, то есть, потому что они консультируют и консультируют, у них работа такая почасовая, можно сказать, да? И при этом они хотят коммуницировать с какой-то компанией, у которых высокий уровень экспертности. Мы ему предлагаем лучшее обучение по митохондриальному здоровью, потому что у нас есть такой ресурс, как Андрей Федорович Тарасевич, и он является хедлайнером по всему митообучению, вообще для, в принципе, для всех нутрициологов, которые вообще, в принципе, и всех врачей примитивной медицины в России. Например. К примеру, нутрициолог хочет отработать деньги, которые инвестировала в обучение. И ей очень важно иметь быструю скорость первых сделок. Что мы можем ей предложить? Мы ей говорим о том, что смотри, у нас наши продукты – это функциональное питание для митохондриального здоровья, и его можно включить в любой протокол. Почему мы об этом говорим? Потому что наши компании позиционируются как компании, которая экспертным образом занимается митохондриальным здоровьем. это подходит для 100% людей. Ну, например, нутрициолог, он хочет обеспечить безопасность для себя, для своей собственной репутации и с точки зрения того, что продукты не навредят клиентам. И при этом ей важно, когда она выбирает компанию, ей важно иметь хороший уровень экспертности протокола. Что есть у нас? Мы говорим о том, что у нас есть врачи, которые уже взяли ответственность за протоколы на себя, на мито-консилиумах, потому что у нас проходят консилиумы для врачей, где презентуются и защищаются мито-протоколы. А репутация этих экспертов и тех врачей, которые туда входят, она огромная. Ну, например, я сейчас, знаете, просто некоторые-некоторые вам рассказываю уникальные торговые предложения, которые у нас сейчас есть, да, то есть вы только, ну, вот только представьте, сколько их на самом деле. А что нутрициолог еще хочет, например? Она хочет отработать деньги, которые инвестировала в обучение. Ей важна быстрота сделать. Что мы можем ей сказать? Мы можем сказать о том, что деньги тебе поступают в личный кабинет в течение часа с момента сделки. И за счет того, что у нас есть понятность и прозрачность прохождения денежных средств через систему, ты имеешь высокую скорость выплат. Например, еще, да, для нутрициолога, я просто вот хочу показать вам, ну, чуть-чуть только, да, кусочек. Нутрициолог, она хочет иметь, ну, чаще всего, почему она, я говорю, потому что в большинстве случаев нутрициологи это женщины. Они обычно приходят в нутрициологию после 30-35 лет и, соответственно, чаще всего это у них уже вторая или иногда третья, да, специальность, которую они обладают. И вот, нутрициолог, например, она хочет, чтобы продукты, которые она предлагает своим клиентам, да, чтобы они были максимально безопасны. И критерием выбора для нее является то, что невозможно навредить, то есть нет никаких противопоказаний и побочных эффектов. Мы можем рассказать про высокий уровень доказательности в наших продуктах, потому что у нас есть такой ресурс, как лекции Андрея Федоровича Тарасевича, опять же, на исследования, клинические исследования производителей, рекомендации крутых экспертов и количество, у нас есть очень большое количество упоминаний и ссылок в медицинских профессиональных источниках. Классно же? Вообще, вот сейчас я вам много чего рассказала про нутрициологов, что думаете по этому поводу? Напишите мне, я поделюсь какими-то другими еще УТПшками. Хочется понять, как вам это откликается. Поделиться еще? Хочется понимать, продолжать ли не стоит. Алишер, я не вижу, что люди пишут, потому что у меня здесь табличка. Скажи мне. Да, тут люди пишут, я пишу о том, что практически все нутрициологи знают Андрея Федоровича Тарасевича. Я там прохожу определенное обучение, когда люди рассказывают про нутриальное здоровье, активно комментируют, потом выясняется, что спикер, врач, она проходила обучение у Андрея Федоровича Тарасевича. То есть мы работаем с первоисточником этих знаний, которые доступны практически в тем. Вот как бы научиться, вот люди пишут, да, то есть все доступно, просят продолжать дальше. Эта тема очень интересна. Отлично. Ну все, хорошо, тогда еще дам вам несколько уникальных торговых предложений, но я хочу сказать, что все полностью, все, что мы подготовим, и там будет много всего, мы все это дадим на Golden Section для тех ребят, кто приедет туда, в общем, то есть вы получите все, знаете, как горячие пирожки. Я там их много, просто много. Значит, рассказываю дальше. Значит, у нас есть разные целевые аудитории, и есть одна из целевых аудиторий, мы ее назвали волчица. Волчица это та женщина, скорее всего, которая, ну то есть у мужчин, у мужчин у них свои мотивы, у женщин свои мотивы. И женщина, та, которая не сидит дома, знаете, вот как плуша, которая сидит и ничего не делает, вообще у нее там муж-то, может быть, что-то как-то и обеспечивает, она вообще сидит и не работает. А это та женщина, которая прилагает самоусилия, она все время ищет какие-то возможности, какие-то новые наработки. И вот эта волчица, что она хочет чаще всего? Она хочет расслабиться, зная, что доход есть, и он будет всегда. При этом ей, когда она выбирает, чем заняться, она вот выбирает по критерию, что тут пахнет деньгами. Что мы ей говорим? О том, что ты можешь у нас зарабатывать пожизненно за однажды сделанную работу. Почему? Потому что у нас есть маркетинг-план, в котором есть управляемый бинар. И при этом еще количество бонусов, оно просто зашкаливает. Молчица, она хочет иметь новое жилье в лучшем районе города, где-нибудь у моря или в лесу, при этом с дизайнерским доходом. И она хочет иметь такое дело, то есть она выбирает по критерию выбора, где нет потолка доходов. Мы ей показываем, что с одного и того же товарооборота, который сделала ты, только по одному бинару, да, ты получаешь выплату три раза по своему бизнес-центру, по нескольким бизнес-центрам. Потому что у нас есть управляемый бинар, в который ты еще при этом бинар-то расставляешь людей только с одного карата. То есть ты получаешь денег просто в разы больше, чем это можно было бы сделать. А следующий, например, волчице, ей интересно, она хочет выйти на новый уровень дохода. При этом критерием выбора для нее является высокая маржинальность бизнеса. Мы ей говорим о том, что за каждого партнера, которого ты пригласила личную бизнес и научила зарабатывать, ты получаешь пожизненно доплату до 50% от бинарного бонуса каждого партнера. При этом у него ничего не забирают. Потому что у нас на самом деле есть спонсорский бонус, который выплачивается до седьмого поколения и составляет до 20-50%. Например, волчица, она хочет позволять себе больше. Но у нее уже есть какая-то работа или какой-то бизнес, и она думает о том, как бы я могу ли я совмещать. А у нас, между прочим, есть, благодаря нашей невероятной команде, которая у нас работает просто с этой темой, я еще раз хочу сказать ей благодарность огромную, у нас есть команда, которая работает с клиентскими чатами. И у нас есть, благодаря этой команде, у нас есть пошаговый алгоритм создания и ведения клиентских чатов с готовым контентом на год работы. Почему? Потому что у нас есть контент для клиентских чатов, и уже есть более тысячи готовых постов для клиентских чатов. Представьте себе. Она хочет, что еще она хочет? Она хочет работать на себя, но для нее критерием выбора является, точно ли получится у меня. И у нас есть, например, стартбук, да, вы знаете, что это книга, которую написали мы вместе с нашими лидерами, который по факту дает бизнес под ключ, то есть это франшиза. В этом стартбуке описана пошаговая система, где брать людей, как проводить встречу, как отрабатывать обучение, как работать в социальных сетях и так далее. То есть по факту мы можем таким образом прогарантировать этой волчице то, что у нее точно получится. То есть я вот сейчас на данный момент, да, я вам показала, что благодаря тем наработкам, которые мы уже сделали, вы можете работать с разного рода клиентами, да. Это у нас есть отдельные наработки для предпринимателей, у нас есть отдельные наработки для нутрициологов, у нас есть отдельные наработки для врачей. И мы делаем сейчас, мы создаем еще новые разработки. Представьте себе, что как только вы их получаете, вы просто идете, встречаетесь с человеком и в идеале, конечно, вы выявляете у него его мотивы и под эти мотивы, да, вы даете конкретные УТПшки. Но если вам сложно выявить мотивы, если вы понимаете, что, ну, ну, не могу пока, да, еще пока не научился, что вы можете понять? А, ты нутрициолог, значит, тебе вот это, ты просто, знаешь, как из автомата можешь сеять и по УТПшке выстреливать и все. А, ты волчица, то есть ты работаешь сама на себя, да, то есть волчица, ну, как волка ноги кормит, да, то есть она бегает, она зарабатывает деньги. А, ты волчица, значит, мы тебе раз отгружаем сразу те УТПшки, которые у нас. Ты предприниматель, значит, мы ему можем сказать, ты знаешь, почему к нам предприниматели идут? Потому что тын-тын-тын-тын-тын. И поэтому здесь, в данном случае, вы можете использовать это как инструмент. Понятно, что я, вот те из вас, кто не поел, понятно, что мы когда-нибудь будем доносить вот на наши бизнес-завтраки, ну, по частям, да, вот эти вот моменты. Но на Golden Section мы будем это внедрять, наша задача, чтобы вы научились ими говорить, чтобы у вас это получалось вот так вот легко, и, соответственно, вы закрывали большую часть сделок. Я сейчас уже заканчиваю. Я попрошу вас в чатах, не здесь вот написать, да, а в чатах дайте, пожалуйста, обратную связь. Что вам запомнило, что вам понравилось, какие выводы вы для себя сделали. Может быть, может быть, что-то еще. Я сейчас не смогу ответить на ваши вопросы здесь, потому что у меня сейчас начинается следующий эфир, поэтому, к сожалению, не смогу сейчас отвечать. И рада с вами была сегодня пообщаться. Надеюсь, что было очень полезно для вас. Жду ваши комментарии в наших всех чатах. Все, всем пока-пока. Спасибо. Спасибо.